Итак, всем привет! Сегодня мы готовим сырники. Я их просто обожаю. Нам понадобятся, конечно же, яйца, следующая мука, конечно же, творог. Без него никак. Я использую нежирный творог, ваниль, без нее тоже никуда, манка и крахмал. Итак, мы берем творог вот в этих вот трех брикетах, приблизительно полкилограмма. И я предпочитаю брать какой-то творог, не имеющий крупины, чтобы в последующем наши сырники были мягче и вкус был деликатнее. По этой же причине я использую вилку, чтобы пузырьки воздуха сохранялись в тесте. И на полкилограмма творога я беру два яйца. И я беру большие яйца. Если у вас небольшие, то используйте три яйца. Следующая это мука. Обычная мука я предпочитаю. Классическая. Приготовление сырников с мукой. Две ложки муки и две ложки манки на полкилограмма. И для большей деликатности, скорее всего, мягкого вкуса я добавляю крахмал. Ну и чтобы форму держалась. Сахара я не добавляю. Потому что предпочитаю потом добавить туда или варенье, или сгущенку, или что-либо другое сладкое. Ну а без ванили я совершенно никак не могу обойтись. Потому что аромат ванили, мне кажется, дает такому дому уют. И всегда такая особая атмосфера, когда пахнет ванилью. И, как видите, я взяла пекарский порошок. И на полкилограмма теста я добавляю столовую ложку без верха пекарского порошка. Это тоже будет дополнительным стимулом для нашего теста быть в последующем мягче и деликатнее. И чуть-чуть подняться, пропечься внутри. Сейчас перед вами я готовлю площадку для того, чтобы начать лепить. Мы берем мисочку с мукой и манкой, один к одному, и доску. Вот появляется звезда этой вечеринки. Это сырок из топленого молока. Он будет придавать сладости и необычный акцент нашему блюду. Когда ты будешь разрезать, у тебя она придет такая деликатная, с привкусом вареной сгущенки, яство. По поводу консистенции теста, если вы видите, что оно получается слишком твердым, добавьте туда пару ложек молока, потому что оно должно чуть-чуть прилипать к рукам. И только вот эта мисочка с водой, в которой мы периодически обмакиваем руки, она будет позволять формировать нам наши сырники. Обмаливаем в муке сырник, добавляем внутрь этот топленый сырок и формируем один за одним. Так как сегодня я буду показывать вам еще несколько рецептов, тесто основы я оставлю, и сейчас мы его немножко модернизируем. И следующий рецепт это сырники, кокосовые сырники с начинкой из вишни. Для этого нам понадобится замороженная вишня, мне кажется, замороженная в этом случае значительно лучше, она держит форму во время формирования, и нам понадобится кокос. И в принципе, можно было бы остановиться и перейти к следующему рецепту. Я думаю, вы бы догадались, что да как надо сделать. Я сейчас как раз откладываю немного теста, основанного для нашего последнего рецепта, и добавлю в оставшееся тесто кокосовую стружку. И чтобы тесто было более нежным, интересным по вкусу и не таким сухим, я добавляю туда тертое яблоко. Мне это очень нравится, и это как раз мой совет. В любые сырники можно добавить их, потом можно их в духовке испечь. И давайте перейдем к следующему рецепту. Этот рецепт с невероятным ароматом орехов, арахиса. И мне он нравится за то, что, несмотря на то, что мы добавляем туда вроде бы арахис, арахисовую муку, сырник в итоге не получается таким жирным, потому что вот этот порошок сайхерба, который я заказываю, он обезжирен. Почти полностью обезжирен. И мы вмешиваем его в тесто основу. Опять же, если у нас получается тесто слишком твердым, лучше туда добавить немножечко молока. Формируем наши сырники. Внутри укладываю я кусочек шоколадки. Все прячу хорошенько. Как последний штрих дополнения, с одной стороны я обмакиваю в миндальные лепестки. Ну вот и все, собственно. Приступаем к намазыванию сковороды. Я предпочитаю использовать кокосовое масло, потому что, опять же, когда это все готовится на кокосовом масле, по всему дому разносится невероятный аромат. И все ждут, когда же, когда же, когда же уже будет все готово. Слюньки текут. И все, мы укладываем наших красавцев на сковородку. Сейчас я для того, чтобы вам продемонстрировать, укладываю на такую полутеплую. Вообще лучше, конечно, уложить на горячую уже сковороду. И все, переходим к готовке. Мой совет, не использовать большой огонь. Лучше использовать медленный огонь. Мне кажется, они будут при этом нежнее и больше пропекутся. Какое-то время, пока они сняты с плиты, я их оставляю чуть-чуть остыть. Присыпаю сахарной пудрой. Опять же, мне нравится пудра за то, что она дает блюду некую праздничность. У меня сахарная пудра ассоциируется с какими-то домашними блюдами. Это всегда очень красиво и мило. И такое, как будто бы понимание того, что о тебе заботится. И все, я их разрезаю, чтобы продемонстрировать вам, как выглядит это все в разрезе. Как видите, с вишней, с шоколадом, вот эти начинки. И все, пока. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Сигнальте мне, если это так. Приятного аппетита! Пока!